Пять способов улучшить Wi-Fi дома В комнате ловит, а на кухне нет Или ловит на пять палок, но сайты еле-еле загружаются Да, Wi-Fi не всегда работает идеально Но есть несколько способов исправить ситуацию Итак, канал Компьютерная Академия Приступает к рассмотрению первого вопроса Купить новый Wi-Fi роутер Пусть вам может показаться это чересчур очевидным Но часто и есть самый действенный способ Особенно, если вы изначально не покупали роутер А получили его от провайдера Будем честны, провайдеры обычно не стремятся поставить в каждую квартиру Самую последнюю и мощную модель маршрутизатора Конечно, это самое последнее и мощно обойдется дорого Да и не всем вообще пригодится Но вам нужно ориентироваться хотя бы на средний уровень Стабильность сигнала, возможность работы сразу со многими устройствами Широта покрытия Все это у дешевых маршрутизаторов, которые закупают провайдеры Обычно не на высоте Другой вариант Wi-Fi роутер достался вам еще от прадедушки Но он работает, так зачем что-то менять А затем, что время от времени меняются все-таки стандарты Wi-Fi А с ними и производительность, и скорость передачи данных Итак, рассмотрим следующий способ Обновить прошивку роутера Хоть сам роутер и не обязательно менять каждый год Как это нередко бывает со смартфонами То обновлять на нем прошивку лучше регулярно Всем, конечно, хочется просто поставить маршрутизатор на полку И забыть о нем до конца жизни Но в ваших же интересах время от времени вспоминать От него пароль Заходить на страничку обновления программного обеспечения И следовать инструкции Это совсем не сложно Вас не будет ждать командная строка и прочие ужасы Наоборот, будет приятный веб-интерфейс на русском языке С подсказками, куда и что нужно нажимать А логин и пароль от Wi-Fi роутера можно найти на нем самом Либо в договоре с провайдером, если роутер принадлежит ему Итак, канал Компьютерная Академия предлагает еще один способ решения проблем с Wi-Fi Это перейти на 5 ГГц Wi-Fi работает на двух частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц Причем второй диапазон исторический пришел в стандарты позже А поэтому используется далеко не всеми А вот на 2,4 ГГц работает каждый Wi-Fi роутер А если вы живете в Москве, в доме, где МГТС поменял телефонные линии на оптику И выдал всем жильцам по роутеру То эфир у вас на 2,4 ГГц точно забит десятками сетей Даже если их хозяева ими даже и не пользуются Но если посмотреть, что происходит в диапазоне 5 ГГц То вы, скорее всего, убедитесь, что там других сетей гораздо меньше А значит, они будут меньше создавать помехи друг другу И скорость передачи данных будет выше Но не все роутеры и не все смартфоны, планшеты и ноутбуки И умеют работать с 5 ГГц К тому же сигнал на этой высокой частоте сильнее затухает Когда натыкается на стены и прочие препятствия Итак, следующий способ Поменять канал на роутере Если вы не готовы перейти на 5 ГГц То можно хотя бы поменять канал для частоты 2,4 ГГц Всего их в настройках вашего роутера доступно 13 И роутеры автоматически выбирают самые, по их мнению, подходящие Но не всегда удачно С помощью приложений для анализа Wi-Fi сетей Которые существуют и для Windows, и для MacOS, и для Android Чтобы их найти, начните поиск со слов Wi-Fi и анализы Вы легко можете узнать, какие каналы в данный момент заняты соседскими беспроводными сетями больше всего После этого зайдите в настройки вашего роутера И вручную выберите свободный канал в настройках вашего роутера Ну и по окончании нашего видео Последний вопрос, который мы рассмотрим Это найти более удачное расположение вашего роутера Наконец, если вы перепробовали все предложенное выше Но все еще уверены, что можете добиться лучших результатов То можно попробовать поэкспериментировать с расположением вашего маршрутизатора К примеру, нередко роутер так и оставляют почти ровно там, где кабель провайдера входит в квартиру То есть в прихожей Таким образом, половина покрытия сети приходится на ту самую прихожую В которой интернет особенно-то и не нужен И прилегающие помещения в квартире А остальное на лестничную клетку Поэтому лучше всего закрепить роутер где-то в условном центре квартиры Но также имейте в виду, что мощные электронные устройства создадут помехи Так что соседство роутера с ними тоже скажется на качестве Wi-Fi сигнала Не самым благоприятным образом Так что смотрите Также желательно не располагать роутер, точнее его антенны А их можно крутить, вертеть слишком близко к стенам и металлическим предметам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok